любим с ксении овощи жареные это у нас баклажанчик тыква и кабачок все делаем в духовке сверху поливаем слоями майонезиком можно сюда еще и помидорку положить но нам хватит этого поужинать ребятишки все работают сейчас константином весь день лупили глаза в телевизор и тупо лежали на диване ничего не делали нынче у меня внучек нету они поехали другой бабушки по термину поэтому мы сегодня тупо отдыхали немножко убирались прямо с константином вместе вплотную и вот сейчас мы сделаем с ним пелемешки без спешки свои любимые вкусного фарша и вот такой нам с ксении салатик константин овощи практически не ест марку тыква не нравится а мы с ксении вообще тыкву обожаем какая она вкусная мы ее в духовке и сметку мы ее в духовке и вот так просто жарим едим короче мы с этой тыквой пока тыкву магазине есть мы с ней дружим и очень очень хорошо и плотненько майонезе к так чуть-чуть ложу только чтоб пропитались чуть-чуть баклажанчики тыковка наша смотрим звезды в африке смотрим сейчас ну и немножко сверху чесночком я уже чесночком их сыпала поэтому много чесночка тоже нехорошо все вот такой салатик у нас с ксении чуть-чуть майонезе к получился всем привет мои хорошие но начала с салатика да потому что я его только достала с духовки и желательно его горяченьким запаковать в эту я в дозочку делаю на всю неделю побольше делаем с ксении и приходишь с работы наложил себе как холодный салатик да и вот пока горячая я его басочку запаковала доброго времени суток всем и у нас сегодня суббота да мы сегодня с константином бьем баклуши капитально бьем все ребятишки на работе а мы имеем право отдохнуть максимка уехал мустор с друзьями и мы весь день валяемся пьем кофе со сладостями но короче у нас сегодня разгрузочная загрузочный день по сладкому и вот только-только-только время пять часов ребятишки всем придут фарш уже сделала и настряпаем пелемени это самый лучший выход для меня чем опять стоять у плиты готовить что-то настряпаем пелемешек поужинаем встретимся вместе обсудим кто какую зарплату получил у кого какие планы на следующую неделю у меня на следующей неделе вторая смена и у меня осталось две недели до конца рабочего фертрага некоторые спрашивают что это такое это трудовой договор на полгода составляется организации а потом его нужно либо продлять либо сейчас новый газет вышел новый закон вышел они нам дали эту бумажку фертраг до продление фертрага на полгода и там написано если вы на руки не получаете фертраг другой ну с продлением то старый фертраг считать действительным для предоставления в трудовую в труд в трудовое бюро и вот мы 25 ходили на разговор на гэшпрэх разговаривали с бератором со своим который нас ведет и он все сделал все документы сделал от ксерксова нам эти договора фертраги если вдруг что-то то 15 числа он нас уже ждет с документами поэтому будем ждать у меня еще есть пять дней отпуска в рестор лауп два дня и за полтора месяца у меня три дня отпуска еще имеется уже нового скорее всего за пять дней я вам сообщу продлили не фертраг или нет и тогда аленка будет свободная как муха в полете заметили изменение аленкины аленка покрасилась и подстриглась наконец-то состригла своего льва алекса я уже не могла смотреть и ничего не могла уже сделать мне уже до того было противно это все смотреть не знаю как вам но я люблю короткие при короткие волосы они мне идут у меня волосы жесткие у меня волосы как парикмахеры говорят биозы хары и я люблю короткие волосы поэтому вот так вот маленько еле-еле нашла опять парикмахерскую чтоб не по термину все на понедельник назначали три парикмахерских обошла на понедельник парикмахер это термин назначали в поделик я не могу у меня в 10 уже автобус это надо сгонять подстричься потом сгонять все эти волосы в душ и принять в душ да а потом еще на работу так не бывает аленка не такая скоростная дама чтобы на такой скорости у нее все происходило вот такую тыкву я покупаю всегда она мне нравится тем что у нее очень много мякоти и совсем маленькая дырочка значит этой пустоты и семечек и я всегда вот такую тыковку покупают и приготовила уже фарш лучок чесночку перчик добавила и будем делать пельмени ну и конечно же для мужчин сделала салат хотела еще сказать получил один комментарий от девчонок алена ты почему с одной перчаткой работаешь у меня на большом пальце слазит ноготь и поэтому я ношу эту перчатку везде и всегда я ее помою на батарею высушу и она у меня рабочая перчатка потому что ноготь уже прямо на конце оторвать больно а слазит ну сами понимаете туда и может и грязь попасть и вообще зачем мне этот ноготь сюда в этих во всех съедобных ядствах которые я готовлю поэтому я одеваю как зихир как защиту для всего и для нас и для руки моей перчаточку так что начнем с тряпать пеленешки ну что мои хорошие делаем простое обыкновенное тесто за две минуты 300 грамм воды у меня здесь яйцо уже с солью и вот вы знаете как я меряю муку чтобы замесить тесто на пельмени вода яйцо и до килограмма муки и тесто получается шикарно все две минуты ставим на колосок и пошла меситься вот ровно две минуты будет тесто меситься как я люблю термомикс тесто просто шикарно получается ничего больше не надо вот и все смотрите готовое тесто все я уже приготовила выложить тесто как вылезло все маленько в мучке подобию вот у меня уже пару салатиков стоят один из салатиков я заправлю вот такой приправочкой немножко подобью только и пусть маленько полежит тесто разойдется вот ничего не надо делать и я всегда так делаю на 300 воды в термомиксе одно яйцо соль и до килограмма добиваю мукой в термомиксе там же все взвешивается все быстро и вот такое шикарное тесто получается мукой в термомиксе тут только конечно и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наелись и пельмешки и салат Все было очень-очень вкусно Теперь мы будем отдыхать Чего и вам желаем Спокойной ночи Хорошего вечера У кого что Или доброго утра Всем хорошего выходного Воскресного И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok